Привет, работяги! Ну что, продолжаем? Если вдруг не смотрел первую часть, то рекомендую начать с неё. О, здорово! Эээ, друг, у тебя чего-то не хватает. На, держи. Не то. Нет. Пристрелите меня. Ради Христа. Отъебись. На агропроме Заваруха. Военные защищают территорию завода от нейтралов. В гуще событий находится и наш Крот. Если он погибнет, то мы никогда не узнаем, кто такой Стрелок, а кто мы. На самом деле нет. Бежим скорее выручать его. Хоть бы до забора докинуть. Хе-е-е! Эээ, господа уважаемые, вы Крота не видели? Странные тут ребята. Бьёмся. Находим костюм наёмника. Подбираем калач. Направляемся к Кроту, пока он ещё жив. Братцы, выручайте! Что они делают? Товарищ прапорщик, ну что за позор? Куда мы стреляем? Отставить голдёж? Разработчикам виднее. Новый патч от разработчиков. Мне вообще похуё. Спасаем Крота, он нас ведёт за территорию к подземному коллектору и говорит, что тайник где-то там, но я... Так, в смысле ты не знаешь, где тайник? То есть Лиз Серый и теперь Крот тупо причесывали нам ради того, чтобы спасти свои жопы. А я ещё кекал над дедом, что он ведётся на рекламный спам. О! Всего за две недели потерял... А ну-ка! Только свои очки. О, блин. Что? Короче, прыгаем вниз. Гасим бомжей. Спускаемся ещё ниже. Встречаем кровососа. Быстренько справляемся с военными. Находим тайник. Тут ещё вывески такой не хватает. И указателя. И вот вообще хуй сыщешь. Забираемся туда. Находим какой-то тест на беременность. Не, ну это явно не флешка. Посмотрите, какая она огромная. Получаем задание узнать о судьбе призрака. Кто эти люди? Но будем разбираться. Но также не забываем о задании Сидоровича по документам. Поэтому убираемся из туннелей. Само собой я подготовлен ко встрече с мастером бесконтактного боя. Пару гранат и вопрос решён. Каждое прохождение так делаю. Вообще проблем не испытываю. Блёдень! Так, всё, собрались. Сейчас, сейчас, сейчас. Гранатку. Не, не надо гранатку, не доброшу. Сейчас я тебя точно. Ты не туда воюешься, а? Пиздатами! После того, как вылезли наружу, аккуратно, без лишнего шума и жертв, выкрадываем документы у вояк. Сидорович выходит на связь и сообщает. Ноги в руки, писю в брюки, дуй в бар, купи жигулей по акции. Отнеси документы бармену. Хм. Это этаж четвёртый где-то будет. Однажды я поспорил с соседом, кто быстрее слезет с крыши. Сосед слез быстрее. Теперь у него есть пенсия, личный транспорт и весткая причина не работать. Вот пидор! Открываю новый стартап. Да у меня точно 9 жизней! Аккуратно, мелкими перебежками и короткими перестрелками пробиваем себе дорогу на свалку. Выходим на свалку и кондёхаем в сторону бара. Натыкаемся на заставу долга, помогаем им отбиться от кабанов. Где много людей, там много... ГОВНА! Там много собак. Жутко они свирепствуют. Хорошо, что меченый такой же быстрый, как количество растущих лайков на этом видео. Всё, гаплот тебе, меченый, и за месяц до бара не доберёшься. Подписка, лайк, колокол. Эй, парни, вы куда? Собак кормить. А, а... Собак кормить... Понял. А вот и бар. Самое спокойное и безопасное место в зоне. Проходи, не задерживайся. Да не задерживайся. Говорим с барменом, тот рассказывает про недостающую инфу, которая находится в тёмной долине в подземной лаборатории Х-18. Та, в свою очередь, открывается двумя ключами. Один есть у него, второй у Борова. Это главарь банды, который находится неподалёку от подземелья. Цель нам понятна, затариваемся припасами и выдвигаемся. Да чё ты доебался? По пути заруливаем на арену. Эдакое шоу гладиаторов, где за тысячу рублей народ идёт валить друг друга. В наше время за косарь даже бомжей драться не заставишь. Смешно. Ладно, сейчас по-быстрому срубим диджат и в тёмную долину. Ну, везде расклад. Сейчас быстренько. Слишком легко. Заворачивайте. Ну, в общем, справившись с азартом, двигаем в сторону Тёмной Долины. Слышим долговца, который пытается воспитать бандоса. Прерываем их романтические беседы. Слышишь, друг? Не подскажешь, где здесь боров? Нихуя ты баклажан, блядь! Это долговец по кличке Пуля. Он незамедлительно просит оказать ему помощь в освобождении друга из рук бандитов. Мы соглашаемся помочь. И выдвигаемся вместо засады. Немного поумничав, я чуть не сруинил весь план по вызволению. Наверное, надо было где пуля сесть. Сейчас по-любому их заагрю. Но всё обошлось. Как ты цел? Извини, немного не по плану вышло. Ну да, ну да, пошёл я нахер. Ты, богатый, правильно. Пуля, спасибо, друг. Я, блин, уже шесть не поможешь. Эй, ты где там? Что, решил щавель пособирать? Друга, принимай. Пуля нам рассказывает, что да как. Прощаемся и двигаем Борову за ключом. Роняем Борову, хватаем ключ. Роняем радио. Идём по навигатору в лабораторию. Спустившись вниз, наблюдаем картину не секретной лаборатории, а типичной шараги. Вон, даже вахтёр есть. Правда, немного подсох. Понимаю. Наркоманы. Игра 2007 года. Но какое же тут освещение. Просто моё почтение. Находим мёртвого учёного, забираем код двери, открываем дверь, спускаемся ниже. Тут сталкиваемся с псевдогигантом. И, поверя в себя, окончательно колем его шпагой. Ох ты, загибал. Лутаем ещё одного учёного и забираем пароли двери. Даже спустя 70 лет, жуткий эффект создаётся. Это когда ты обкурился, и к тебе в комнату стучит мама. Как видит, это она. И как видишь, это ты. Первый раз, когда я играл, я думал, сейчас дверь как откроется, там как выйдет, ебакая, как начнёт долбить всех. Заходим в помещение и падаем в обморок, чтобы посмотреть заставку. Из заставки нам ясно одно. Какой-то ебанько стреляет по крысам. Заходим в компьютерный клуб, забираем журнал админа, эээ, бармена, и валим нахер с этой X-18, встречая небольшое сопротивление местных сторожей. Чуть только выйдя на поверхность, и не успев даже вдохнуть свежего воздуха, к нам на КПК приходит сообщение от Сидоровича. Тот нам объясняет, что военные утюжили тёмную долину и перекрыли выход на свалку. Единственный путь нести свои ноги – это старая дорога на юг. Так как мы не состоим в клубе любителей пощекотать очко, прислушиваемся к рекомендациям торговца. Проходя мимо фермы, к нам поступает сообщение о возможности купить крутую вундервафлю всего за 800 рублей. Стараясь предостеречь себя от рисков, я предлагаю авито-доставку, но продавец отвечает, что она появится только через 6 лет, так как ещё 2012 год. Ну что поделать, соглашаемся на прямую продажу. Нас кидают и предлагают по-быстрому сдризнуть с глаз долой. И так бы оно и было бы в реальной жизни. Но господа, мы в игре. Поэтому наказываем глупцов, восстанавливая справедливость. Лутаем хабар и валим на кордон. Вот и подходит к концу вторая часть. Если понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокол, а также оставляй в комментариях свои пожелания и предложения. Друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok